МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ДЯ САМЫХ НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ Сегодня посмотрим на смартфон Vivo Y1S. По комплектации смартфон, кабель microUSB для зарядки, адаптер питания, скрепка, чехол, защитная пленка на экране и документация. У смартфона полностью пластиковый корпус с глянцевым покрытием и переливающимся градиентом. Такое решение выглядит красиво, но глянец будет обрастать царапинами. Благодаря пластику девайс сильно сэкономил в весе. При большой диагонали дисплея в 6,22 дюйма смартфон весит 161 грамм. Продолжаем о дисплее. Это IPS-матрица с разрешением HD+. Этого достаточно для комфортного просмотра кино и социальных сетей. Но совсем легкие объекты на экране все же могут быть нечеткими. Но смартфоны с более высоким разрешением стоят дороже. Еще стоимость смартфона выдает всего одна камера сзади и отсутствие сканера отпечатков пальцев. Предлагается использовать пин-код и распознавание лица на основе фронтальной камеры. Только учтите, что фронтальной камере сложно распознавать вас в темноте. Также без дополнительных датчиков такая разблокировка уступает по безопасности обычному паролю. Начальный уровень модели выдает и отсутствие NFC. По железной начинке здесь тоже все очень скромно. Чипсет Mediatek Helio P35, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта постоянной памяти. Благо карточки памяти поддерживаются. Ее можно использовать одновременно с двумя сим-картами. С таким железом можно поиграть в требовательные игрушки, но на низких настройках графики. Подытожим. Это смартфон для нетребовательных пользователей. Главное в нем большой дисплей, легкий корпус и поддержка карт памяти. Продолжение следует... Продолжение следует...